Друзья, всем привет! Я заранее извиняюсь за то, что ролик выйдет скорее всего поздно, потому что я так случилось, уснул, просыпаюсь, а на улице уже стемнело. И понимаю, что этот ролик я не могу откладывать на завтра, я должен его выложить именно сегодня, потому что теряется потом смысл хронологии. Если я буду сегодня его стримить, я должен уже выложить ролик о том, что я делал открытие. А сегодня, именно сегодня, надо сделать открытие на этом аккаунте. Здесь в сундуке фортунные попались такие карты, как Валькирия и Дракончик. В принципе, можно было бы для полной эпичности еще разряд подождать, но это такое, знаете, гадать, сидеть и ждать, пока это появится. Это идеальный расклад, я говорил, что если будет Валькирия по совместимости там с Позеном, либо с Дракончиком, я буду делать открытие. Конечно же, лучше был бы это, если бы ты был бы Позен, потому что с пятого уровня, мне его капец как не хватает. Он мало наносит урона по сравнению с там с 7 и 8 эпиками. Но зато Валькирию мы поднимем сегодня на 11 уровень, а Дракошку на 7. Вот такие дела, 47 тысяч гемов у меня, погнали открывать. Если вы тоже, ребята, хотите купить гемы и недорого, то на сайте ClashKings предоставляется вам такая возможность. Это не китайские гемы, они загружаются совершенно другим путем, но опять же, 100% гарантии не дают, что суперселы это одобрят, но тем не менее, гемы здесь все покупают. Продано уже 35 тысяч гемов и 30 аккаунтов. Аккаунтов здесь тоже очень много по вкусным ценам, причем можно урвать аккаунт сразу с гемами и с хорошей прокачкой. Очень часто выставляют аккаунт, если нужно кому-то срочно продать, там с каким-то бонусом или какой-то бешеной скидкой. Поэтому ссылки я оставлю в описании, обязательно пользуйтесь, сервис проверенный. Если вы здесь приобретете товар, вам его 100% выйдут, я гарантирую. Ну а теперь переходим к самому открытию. Итак, 750 гемов за сундук, я не знаю, сколько я потрачу сегодня гемов на открытие, но 20 тысяч я готов выделить, чтобы Валькирию... Я думаю, что меньше. Уху, сразу Лего. Ну, вы же знаете, что я на легендарке, на твинке не обращаю внимания, потому что не вижу смысла, типа, радоваться ей. Ну окей, ну выпало кладбище и выпало. Хрен с ним, потому что, ну, не по барабану. Я не играю кладбищем, поэтому радоваться мне тут нечем. Ну вот, возможно, будущему владельцу это, конечно, будет в радость, то, что здесь будут прокачаны легендарки, прокачаны... Кстати, я говорил в прошлом ролике, и в этом тоже я должен сказать, что этот аккаунт я не буду разыгрывать, я его, скорее всего, выставлю на сайт ClashKings. Поэтому смотрите, наверное, не в конце этого сезона, потому что я этот аккаунт все-таки не довел до того уровня, которого хотел довести. Я хочу сделать фулл прокачку, и я хочу поднять, ну, 5200 хотя бы, ну, поднять на этом аккаунте. Это весело, это круто, но я хочу... Да не, стоп, я хочу 5200 минимум, а вообще попытаться 5500. Почему бы и нет? Я думаю, что это реально, если захотеть, если вот реально будет желание идти к этому, я думаю, что 5500 можно осилить. Но, опять же, это будет трудно. В общем, сколько я выжму с этого аккаунта максимум, я не знаю, но 5200 должен сделать. Поэтому, скорее всего, я его оставлю еще на один сезон, либо если вдруг мне вот сильно припечет создать новый аккаунт, то я его сразу же... Ну, я об этом вам скажу, когда я его выставлю. Поэтому мониторьте ClashKings, ссылочки в описании, добавьте где-то себе в закладки, потому что, ну, теперь аккаунт сможет забрать тот, кто его, в принципе, заслуживает. Ну, я не знаю. Ну, да, кто его заслуживает. Вот просто не бесплатно там какому-то рандомному. Кстати, есть люди такие, которые выиграли мои предыдущие аккаунты, и особо они не то, что... Ну, не то, чтобы они неблагодарны, но они не особо радуются, что у них эти аккаунты есть. Один вообще сказал, что у него нет времени на игру, и как бы ему аккаунт и не нужен-то, по сути. А большинство игроков очень хотели мой аккаунт получить, и в итоге что за справедливость? Да, рандом выбрал того, кому, по сути-то, аккаунт и не нужен. А здесь теперь может его приобрести тот, кто может его себе позволить и заслуживает его. Ну, вот такие дела. Смотрите, сейчас уже валюка будет у меня 11 уровня, только знаете что? Знаете что? А бабла-то нету на прокачку в Алькирии, блин. Придется мне сегодня целую ночь играть в грандах, чтобы валю прокачать, да? Хотя я сейчас хочу прокачать не валю, а дракона. Надеюсь, на дракона мне хватит. Да, там 50 надо тысяч, блин. 50 тысяч золота надо, это много. Это много. Блин, а сколько ж мне... Ну ладно, потратим немножко гемов. Давайте посмотрим, сколько, смотря гемов, придется потратить. Так, смотрите. 1100 гемов. Ну да, лучше потратить 1100 гемов на золото, нежели сейчас... Ну, я хотел открывать сундуки, пока не нафармлю 50 тысяч золота, но это будет намного дороже по гемам. Но я буду прокачать... Я еще открою несколько сундуков, чтобы вальку поднять на 11 уровень. Давайте ее все-таки дофармим, раз взялись. И я буду сегодня фармить золото в грандах. Так, сколько нам? Остался последний сундучок. Последний. Так. И валькирия у нас будет сейчас... Оу, щет. Еще одна лего. Сколько легендарок выпало? Я просто не обращал внимания. Так. Сегодня же будет, не забывайте, стрим по основе. Поэтому придите на стрим, я вас буду ждать. Так, сейчас надо сделать скриншот. И... Давай, валькирия на... Ой, ура, я сделал удачный скрин. Да. Блин, я думал 999. Ну ладно. И дракончик. Все. Прокачиваем дракончика на седьмой уровень. Ох, 700 гемов. Ну а что? Я хочу прокачать его на седьмой левел. Прикольно. И... Ну вальку, конечно же, не буду. Там сколько? Четыре с половиной тысяч... Четыре с... Не-не-не-не, не буду. Ну, если... Я по-любому надо золото немножко пофармить в грандах. Хотя бы 900 гемов вот эти на гранды спустить. Я думаю, что я тысяч... Да ну 50-60 подниму в грандах. Поэтому... Ну не буду я тратить гемы. Осталось мне, получается... Смотрите, осталось поизон и голема. Ну еще и дракончик. Но тем не менее, уже прокачка прям... Жалко, что сезон заканчивается завтра. Потому что, ну блин. Еще бы хотя бы дней 5. Я бы успел бы, да, все сделать. И... Ну, что поделать? Что поделать? Не успел, не получилось. Ничего страшного. Оставим еще на один сезон. Нам спешить некуда. Тем более, я от этого аккаунта... Тащусь, мне нравится. Если... Да, у меня был проект Пекас с элитками. Я его хотел побыстрее сбагрить вам. Потому что... Хе-хе-хе-хе. Потому что я не люблю играть с элитками. И мне вообще никакого кайфа не доставлял тот аккаунт. И я думал, все, давай, сезон заканчивается. И до свидания. Уволен, короче. Вот. А с этим аккаунтом такого... Такого чувства нету. То есть... Реально хочется на нем играть. Мне он нравится. Честно. Вот прям от души нравится. Так. Ну, охренеть. Этот сейчас дровосек на минималках нанесет до хера урона. А, нет. Две тычки. Так. Что? Ну, это по-любому этот, как его? Голем. Да. Так. Сейчас, короче... Ставим... Своего голема. Он сейчас поставит сборщик, скорее всего. Чекайте. Чекайте, насколько я ванга. Оп. Нет, он не поставит, потому что он увидел моего голема, и он теперь не поставит. Он поставит сейчас напротив голема. Напротив. Посмотрим, что за прокачка. Он выбрасывает ночную ведьму. Скорее всего, он будет дефаться. А потом уже голема подкидывать. Но я... Если он будет дефаться, мне будет проще его выиграть. О, не проще. А, все, понял. Все. Забейте, что я говорил до этого. Он все делает правильно. Так. Ну, давайте разряд. Чтобы мегамуха все-таки выжила. Торнадо использовать не буду, так как... Так. Тут лучше валькирию использовать. Так. Хорошо. Так. У него еще дровосек. Не забываем. Подкидываем пушкенцию. Сейчас забираем дровосека. И ему нечем сейчас дефать. Ему нечем дефать. Мы забираем вышку. Плюс он сливает ночную ведьму. Это... Ну, конечно, рефлекторно. Он будет подкидывать каких-то юнита. Он же хочет задефать вышку. Но если бы он был чуть-чуть умнее, он бы не тратил эликсир и... Забил бы. Отдал бы просто вышку. И тем самым сделал бы что-то полезное. Вот, к примеру, сборщик бы поставил. Я накрою Пойзоном сборщик и главную вышку чуть попозже. Так. Вот сейчас он что-то подкинет. И я обязательно накрою. Вот, вот сейчас. Вот сейчас тот самый момент. Смотрите. Вот идеально, да? Так. У меня, кстати, еще 700 хп там. Так. Готовим торнадо сейчас. А, нет. Торнадо не получится. Здесь разряд, естественно, чтобы мега-миньон выжил. Так. У меня тоже есть голем, но я его подкидывать не буду. Я сейчас лучше задефаюсь аккуратно. Да, он тут проиграл челик. Ну, блин. Я, наверное, сегодня джиджика еще буду на стриме поднимать. Если подниму, конечно, 6-то на своей основе. Постараюсь, конечно, поднять. Так. Ну, все. Это победа. Это победа, друзья. Может, еще одну каточку или... Ну, его нахрен. Да-да-да. Наверное, будем завершать, потому что... Да, давайте. Я думаю, что сегодня, если я на холдике подниму 6-100, мы с вами попробуем 4-900 на джиджике. Я думаю, что это вполне реально с такой-то прокачкой. Если надо будет, прокачаю валькирию на 11-й. Ну, в конце сезона, я думаю, я поднимусь. Прокачка у меня реально топовая. То есть уже не надо придираться к прокачке. Это 100%. Вот единственный поизон, конечно, слабенький. Ну, в принципе, соперник только что был не такой уж и перекачанный с 8-ми рарками. В общем, подписывайтесь, друзья. Я вас жду на стриме. И ставьте лайк, если вам понравился ролик. Все, приходите на стрим поддержать меня, потому что на мне сегодня лежит 2 аккаунта. И холдик, и твинк. Просто буду разрываться. Я по титаме там кубки. Спасибо вам за то, что смотрите. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok